Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Праздники позади, учебный год впереди. Правила зеленого стандарта изменятся уже в ближайшие дни, но коронавирус отказывается сдавать свои позиции. А они привиты вакцинироваться. Премьер критикует позицию Минздрава, который требует ужесточения карантинных ограничений, настаивая на новом курсе правительства. Но какова его цена? На наши вопросы ответит профессор Яков Беркун из медицинского центра Адаса. А также анонс ближайших культурных событий от искусствоведа Маши Хинич. И все это в нашей программе прямо сейчас. На этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с дебютной речью на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где говорил об Иране, коронавирусе и руководстве эпидемией, плюрализме нового правительства, но полностью обошел стороной палестинский вопрос. Итоги недели подводим с нашими гостями. Ведущий Первого радио Павел Маргулян и политолог Арик Эльман с нами уже на связи. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, прежде всего давайте поговорим о вашем личном впечатлении от первой речи премьер-министра в ООН. Павел, начнем с вас. Ну, тема, которая была неожиданна для меня, это то, что Беннет начал говорить о внутренних израильских проблемах, связанных с короной, о конфликтах правительства, с медздравом. Ну, в общем-то, с одной стороны, это было неожиданно, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что речь в ООН направлена прежде всего не миру, а израильскому обществу. Поэтому, ну, это традиция, которую Беннету наследовал у Нитанияу. Да, ну, смотрите, давайте мы будем реалистами. Проблемы Израиля не очень волнуют весь мир, оставшись. Они волнуют, в первую очередь, наших соседей, Иран, конечно же, который смотрит на наши позиции, может быть, американцев и так далее. У всех остальных стран, особенно в контексте эпидемии, пандемии, есть свои проблемы, и им не очень интересно. И поэтому Беннет уж слишком зациклился на, как мне кажется, в этом выступлении о конфликте правительства с медздравом. Причем мы о нем особо так и не слышали. Мы о нем услышали как раз-таки с трибуны. Мы должны были здесь, в Израиле, услышать об этом конфликте с трибуны ООН, что показалось неожиданным. Вот. Ну, а то, что наше терпение по отношению к Ирану подошло к концу или подходит к концу, мы тоже об этом слышим уже несколько лет. И к какому концу и к какому пределу оно подходит, и сколько времени оно будет подходить, тоже пока неизвестно. У меня такое впечатление было, что, ну, это была не очень хорошая премьера, скажем так, для Беннета. Он особо не знал, что рассказывать Организации Объединенных Наций, что рассказывать миру, выступая с трибуны ООН. То есть стратегически, с вашей точки зрения, это выступление было не особенно удачным? Я думаю, что да. Арик? Ну, я считаю, что это было выступление абсолютно ориентированное исключительно на израильскую аудиторию, беспрецедентно ориентированное на израильскую аудиторию. Можно сравнивать с выступлениями предыдущего премьер-министра Даниалу в 2020, 2019, 2018 году. Разница очевидна. И цель была, как и в тайминге этого выступления, так и в содержании, это закрепить свои позиции как премьер-министра, имидж премьер-министра в израильском общественном мнении, продемонстрировать, что все, что делал Антон Яву, премьер-министр Беннета тоже может делать, включая выступление на Генеральной Ассамблее ООН на хорошем английском языке. И эта цель, на мой взгляд, реализована. Эта цель реализована. Но какова вторая цель Нафтали Беннета, который говорит, в общем, он там несколько раз намекнул США, что если США не будут действовать вместе с нами в отношении Ирана, США вместе с европейскими странами, то Израиль начнет действовать самостоятельно. Был там такой завуалированный, не слишком завуалированный намек. Насколько такая угроза, она действительно практически реализуема? У Израиля есть такие возможности? Ну, Беннет преследовал цель поставить на повестку дня Генеральной Ассамблеи иранский вопрос и при этом не вступать в открытый конфликт ни с Соединенными Штатами, ни с Европейским Союзом. Поэтому вот это заявление, оно не содержало там каких-то новых вещей, я совершенно согласен здесь с Павлом, потому что даже, скажем, центральная тема, то, что в преддверии выступления премьер-министра и его советники говорили, что это будет новое, об угрозе беспилотников иранских, об этом министр обороны Бенни Ганс проинформировал уже две недели назад. Поэтому я думаю, что здесь цель состояла в том, чтобы сам факт того, что из всех вопросов внешнеполитической повестки дня премьер-министр выбрал иранский, показать, насколько израильская внешняя политика, израильская оборонная доктрина сфокусированы на иранском вопросе. Таким образом, дать понять, как вы правильно сказали, и Соединенным Штатам в первую очередь, и Евросоюзу, и всему миру, что в этом смысле есть полная преемственность в Израиле, ничего не изменилось со сменой власти, и поэтому тем, кто думает, что можно будет идти на какие-то шаги, далеко идущие в отношении Ирана, уступки в отношении Ирана, следует подумать дважды. Я думаю, что это послание прошло достаточно четко. Павел, Беннет не упомянул практически вообще никак палестинский вопрос, это не осталось незамеченным никто, никем из израильских комментаторов. Это такой тоже ориентированный на Израиль шаг, ведь он говорил очень много о том, что правительство, плюрализм, правительство правых и левых, объединение сил, тем не менее, этот вопрос не затрагивается вообще. Что таким образом, чего таким образом добивается Беннет? Посмотрите, вот как раз-таки вот эту часть его вступления, я бы назвал вот той частью, которая может быть ориентирована на мир. Мы-то знаем позицию Беннета, и он об этом уже внутри Израиля уже не один раз говорил, что в палестинском опросе, если возможен какой-то прогресс, то экономический, вот визит Бенни Ганса, встреча с Абумазом, там суда, который мы даем, 500 миллионов, там шекелей и так далее, политический прогресс невозможен, учетывая состав нашего правительства. И Беннет как раз-таки сказал, что не ожидайте от нас никакого продвижения в этом опросе, потому что позиции коалиционных партнеров разнятся на 180 градусов по отношению к этому вопросу, и никакого продвижения здесь не будет. Это он сказал, что от этого правительства в Израиле ничего ожидать в этом плане, наверное, не надо. Может быть, как раз-таки это и наиболее было обращено к миру. Мы с вами об этом прекрасно знаем уже. И скорее даже к Байдену, который тоже это, очевидно, понимает. Я думаю, что Байдену отыскал приличные встречи в Белом доме месяц тому назад, но и да, подтверждение того еще раз, да. Белый слон в комнате, что называется, действительно, Беннет очень резко раскритиковал Минздрав и многих чиновников высокопоставленных Минздрав, в том числе конкретных личностей, которые тяжело восприняли эту критику. Арик, насколько подобный подход нового главы правительства с учетом высокой заболеваемости в Израиле, с учетом того, что называть успехом подобную борьбу с коронавирусом пока еще сложно, насколько правильно такая тактика делать это публично и атаковать тех, кто руководит борьбой с коронавирусом в больницах, на практике? Ну, здесь есть на самом деле логика, есть проблематика. Логика состоит в том, что Беннет понимает, что нужно отвечать на критику, которую высказывают в его адрес источники Министерства здравоохранения. Критика это, так сказать, когда она... Это даже не критика, он говорит о том, что ваше мнение мне важно, но решать буду я, иными словами. Но решать будет национальный лидер, как он сказал. И в этом, так сказать, его стремление защитить свою позицию, которой на самом деле произведется правительство на сегодняшний момент, можно ее сформулировать достаточно, она понятна, да. И подавляющее большинство тех, кто сегодня тяжело болеет или находится в сирийском для жизни, страдает коронавирусом, это люди, отказывающиеся делать прививки. Поэтому закрывать с точки зрения правительства, с точки зрения Австалибена, идти на какие-то меры по ограничению социальной, экономической, культурной деятельности, из-за этого неправильно. Но проблема состоит в том, что когда он эту критику выносит на международный форум, то она по-разному воспринимается в разных странах. Мы знаем, так сказать, позицию израильского правительства во всем, что касается, например, вакцинации. Но уже сегодня можно видеть в самых разных местах в мире, где противники разного рода мер, в том числе локдауны, там, где они необходимы, в том числе, так называемые, требования ношения масок и мандатов, и, кстати, надо сказать, обязательной вакцинации. Цитируют Бернат и говорят о том, что мнение медиков – это не самое главное. Нужно каждый ответственный политический лидер должен принимать решение, так он это понимает. Это, кстати, цитируют, например, в стороннике губернатора Флориды Роденде-Сантиса, который, как мы знаем, один из лидеров и в Америке, и во всем мире, выступающих против, например, тех же самых масок и локдауна. То есть это в каком-то смысле, делая такие заявления с международной трибуны, премьер-министр выстраивает, так сказать, не только израильских медиков в неловкое положение, но и своих потенциальных союзников в других местах. Поэтому, конечно, стоило два раза подумать, прежде чем выносить эту тематику на обсуждение в таком форме, как Генеральная Ассамблея ООН, где каждый готов истолковать твои слова так, как ему это выдали. Возможно, Нафталибенит видит данные, согласно которым есть некоторый спад заболеваемости, но мы не знаем, что будет происходить после того, как дети вернутся за школьные парты. Точнее, мы можем предполагать, что произойдет. Об этом мы поговорим с нашим следующим гостем. Павел, буквально очень коротко. Нет, ликвидация боевиков в Джанини и последующие заявления громки Хамаса и Исламского джиада о том, что последует месть и так далее. Это долгосрочная программа или же это что-то, что может произойти буквально на днях? Нет, ликвидация боевиков, скажем так, это долгосрочная и постоянная программа Израиля. Израиля, да, угрозы, которые звучат со стороны Хамаса. Именно угроза, это тоже долгосрочная вещь, о которой мы слышим постоянно. И в большинстве случаев они остаются на уровне угроз. Поэтому я считаю, что это надо воспринимать спокойно, не ослабляя бдительность, но воспринимать это спокойно. Ну, а ослаблять бдительность в нашем государстве невозможно практически никогда, а уж сейчас тем более. Павел Маргулян, спасибо большое. Ари Кельман, мы, безусловно, будем подводить итоги ближайших событий в самое ближайшее время. Всего наилучшего. Всего вам. Всего доброго. После считанных учебных дней, отправивших тысячи школьников в карантин на праздники на фоне высокой заболеваемости, а также жесткой критики главы правительства в отношении позиций Минздрава, требующего ужесточить ограничения, дети вернулись на этой неделе в школу. Ждет ли нас очередной рост заболеваемости, мы хотим спросить нашего следующего гостя, профессора Якова Беркуна, специалиста в области педиатрии и иммунологии из медицинского центра АДАСА. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. На иврите есть чудесное выражение «хрэ хагим самэах». После праздников наступило. И прежде всего давайте поговорим о риторике премьер-министра Беннета, который заявляет, что пришел конец монополии Минздрава на борьбу с коронавирусом. Это цитата. Что медики не видят полной картины. Разделяете ли вы его мнение? Или же как глава правительства, возможно, ошибается в подобном подходе? Я не слышал точное высказывание главы правительства. Но если речь идет о том, что решение об введении таких вещей, как карантин и ограничений в государстве, безусловно, должно приниматься правительством, кабинетом министра или главой правительства, это я не знаю, а не врачами. Врачи рекомендуют. И так же, как администрация не должна вмешиваться в медицинские решения, так же я не считаю, что врачи должны решать о том, какие меры примет государство для ограничения эпидемии с точки зрения административной. Тем не менее, наверное, все-таки трибуна ООН – это не самое лучшее место для того, чтобы решать подобные вопросы и обращаться фактически лично к некоторым представителям Минздрава. Но оставим эту тему. Давайте поговорим о насущных проблемах. Бустерная вакцинация, невзирая на ее очевидную эффективность, не продвигается желаемыми темпами. Почему? Ведь мы видим, что она доэффективна. Мы видим, что большая часть тяжело болеющих – это невакцинированные. Что же происходит? Почему израильтяне не хотят вакцинироваться бустером? Ну, это очень странное явление, которое почему-то в данной пандемии встречается во многих странах, практически во всех странах, в которых я знаком с ситуацией, происходит похожее явление. Допустим, например, мы говорим по-русски. Ну, в строчке зрения третья прививки мы пока что на передовой, что называется. Пока не все последователи. Я говорю о прививке вообще. То есть у нас проблемы с третьей дозой, а в некоторых странах мы говорим по-русски, так что можно цитировать, говорить о России. А там вообще только треть населения приняли первую дозу вакцины. То есть есть какой-то… Не только в России, не только даже в Италии очень низкие показатели вакцинации, хотя там вакцинируют Pfizer, насколько мне известно, или другими вакцинациями. Да. Ну, во-первых, у многих людей просто нету достаточной информации, к сожалению. Потом очень много разных теорий конспирации. И так же, как, я не знаю, когда у меня ломается какой-то электрический прибор, я обращаюсь к специалисту в данной области. Я думаю, каждый человек должен обратиться к врачу, к своему врачу. И 90, я не знаю сколько, но подавляющее большинство специалистов, то есть все специалисты в области иммунологии, системы здравоохранения, эпидемиологии рекомендуют третьи прививки. Некоторые говорят о том, что вот FDA, Федеральная администрация медикаментов в Америке, не приняла решение о глобальной вакцинации. Но речь идет о стране, в которой эпидемиологическая ситуация отличается от нашей. Мы уже давно прошли эту вакцинацию, уже иммунитет снизился, в особенности именно против этого данного штамма. И поэтому очевидна необходимость, как вы сказали, третьей вакцины, которая защитит людей от заболеваний. Кроме того, где они не сказали, что они не будут рассматривать этот вопрос, вопрос будет рассматриваться повторно, и скорее всего решение по этому вопросу будет принято. Сейчас рассматривается вопрос вакцинации детей младшего возраста, до 12 лет. Да, да, вот закончилось это исследование Файзера, и кончается исследование Модерны о вакцинации детей в возрасте от 6 лет до 12 лет, то есть те, которые еще не могли получить вакцинацию. И как, в общем-то, следовало ожидать, вот этот эксперимент увенчался успехом, судя по отчетам Файзера. Вопрос, увенчается ли успехом сама вакцинация, когда FDA утвердит это. И если мы смотрим на вакцинацию детей сейчас, мы можем быть оптимистично настроены, или же произойдет то же самое, что и с бустерной прививкой. То есть будут опасения. Смотрите, опасения, безусловно, будут. И будут больше опасений, чем взрослыми. И мы видим сейчас, что, к сожалению, несмотря на то, что можно вакцинировать подростков уже несколько месяцев, вакцинировано всего 50% подростков. Я думаю, похоже, возможно, еще хуже будет картина у маленьких детей. И для этого я выступаю, и мои коллеги, все специалисты, мы выступаем и объясняем. Безусловно, у маленьких детей заболевание намного легче, намного менее опасно, даже чем у подростков. У подростков мы сталкивались с осложнениями, многочисленные исследования показали, что дети страдают тем, что называется лонг-ковид, дети страдают тяжелейшим воспалительным синдромом. Но это старшие дети. А у младших детей все эти осложнения реже. От прививки или от самого заболевания? От заболевания, конечно, от заболевания. Да, да, да. Я уже рассказывал вашим зрителям о тяжелейшем воспалительном синдроме, который развивается в основном у подростков. У детей свыше 10 лет, через 2-3 недели после ковида, вот буквально несколько дней назад у нас был выписан из моих отделений уже больной, это свыше 20 детей, 21 или 22 больной, это был опять подросток, который поступил к нам с воспалением в мышце сердца, у которого упало давление, были тяжелейшие боли в животе. Он получил очень серьезное противовоспалительное лечение. И это произошло вследствие заболевания, потому что мы очень часто слышим фейк-ньюс и видим различные конспирации о том, что подобные вещи происходят из-за прививки. Вы говорите, это происходит из-за заболевания ковида. Конечно. По моей статистике, в Ярусалиме один из где-то от 500 до 1000 детей, это намного выше, чем принято во всем мире, но в Ярусалиме было госпитализировано около 80 детей вот с таким воспалительным синдромом через 2-3 недели после заболевания. Заболевание могло быть абсолютно бессиптомных, то есть дети вообще не знали об этом, или какой-то ближайший родственник заболел ковидом, и через 2-3 недели они поступали, и большинство из них были госпитализированы в отделениях реанимации из-за серьезности их положения. И получили вот такое лечение массивное противовоспалительное. И это очень частое явление. По сравнению с очень крайне редким, сначала в возрасте, у молодых людей в возрасте около 20 лет, речь шла о том, что у них после вакцинации у одного на несколько десятков тысяч может быть легкое воспаление мышцы сердца. К нашей большой радости, у младших детей, у детей от 12 лет до 16, мы практически не видели этого осложнения после вакцины. Но опять я повторяю, даже у старших, у 20-летних, это тоже было очень редкое явление, и, конечно, не сравнится с осложнением ковида. А маленьких детей нужно вакцинировать. Это уже действительно тяжелее будет людям принимать решения, потому что в основном и из-за удобства, чтобы предотвратить все эти карантины, которые, кстати, тоже наносят большой вред здоровью ребенку и состоянию ребенка. И его душевному состоянию, когда он должен находиться в изоляции. Мы видели много осложнений, и мы видели, к нам намного больше обращаются детей со всякими проблемами, связанными со стрессом. И кроме того, чтобы окончить эту эпидемию, тоже необходимо поднять процент вакцинированных людей в Израиле. А у нас очень много детей, к нашей большой радости. У нас в этом смысле молодое население. Да, и без вакцинации маленьких детей тяжело будет достигнуть то, о чем мы говорим, коллективного иммунитета. Ну и буквально очень коротко возвращаясь у изменения зеленого стандарта, который сейчас будет на несколько других условиях, это оправданный эпидемиологический режим, или же речь все-таки о рычаге определенного давления на невакцинированных? Я думаю, это оба ответа правильные. И я считаю, что когда сотни тысяч людей еще не были вакцинированы, большинство из них по неоправданным причинам, действительно нужно поощрять вакцинацию и принимать разные меры. Ни в коем случае нельзя обязать людей, но какое-то давление довольно-таки логичное должно оказываться на них. Не говоря уже о том, что люди, которые получили и сделали все прививки, в том числе и бусырную, хотят находиться в защищенной среде, зная, что они не подвергают себя опасностей. Профессор Беркун, спасибо большое и желаем вам крепкого здоровья и здоровых пациентов. Спасибо. И здоровья всем. Всего наилучшего. После праздничных каникул, обильных трапез и семейных вылазок на природу постепенно возвращаемся к привычной интенсивной реальности, требующей планирования событий, причем особенно культурных. О них расскажет наша следующая гостья, искусствовед Маша Хинич. Здравствуйте. Добрый день. Мне кажется, немножко громко называть меня искусствоведом, но, безусловно, я тот человек, который очень любит посещать выставки и музеи. И, конечно, рассказывать об этом, рекомендовать. В нашей программе вы будете сегодня ведать искусством, поэтому искусство ведут. Ну что ж, что месяц грядущий нам готовит и насколько повлияет изменение зеленого стандарта действительно на культурные мероприятия или же оно не влияет вообще никак? Оно, безусловно, влияет, хотя бы потому, что нужно помнить, что, да, нужно приходить в музей, достаточно строго проверяется, есть ли у вас зеленая карточка, там ерок или нету. К сожалению, некоторые люди об этом забывают и бывают разочарованы, придя в музей и обнаружив, что, да, нужно предъявить подобную карточку. Причем это во всех музеях, включая и те, которые частично расположены под открытым небом, и я недаром это упомянула, поскольку первое, о чем я хочу рассказать, это выставка «Фото Мента», выставка, которая проходит в музее Ирац-Исраэль, который теперь называют «Музей Муза» в Тель-Авиве, выставка, это международная выставка фотографий фотографов из стран Святизанаморья, от Туниса до Албани, от Греции до Марокко, и, конечно же, израильских фотографов расположены не только в закрытых помещениях, в закрытых павильонах музея, но и теоретично на открытом воздухе, к примеру, в археологическом парке музея, поскольку ее куратор, известнейший историк фотографии в Израиле, Гайрас, он же заведующим отделом фотографии музея, постарался подобрать работы таким образом, чтобы они сочетались с экспонатами музея, в том числе и с мозаиками в археологическом парке. Эта выставка под названием «Фото Мента» очень масштабная, планируется, что ее будут проводить раз в пять лет. Она неким образом копирует известную немецкую, проходящую ежегодно в городе Кассель, выставку «Документа», но «Мента» — это еще и ментальная встреча, это «Документы». Кто-то может подумать, что «Мента» — это мята, поскольку мята — это распространенное растение в странах Средиземноморья, из которых, собственно говоря, и отобраны фотографы, около 300 работ, 33 фотографа, 16 стран. И эта выставка — часть так называемого международного Тель-Авивского сезона, который приурочен в десятилетие небольшой годовщины, в десятилетие того, как Тель-Авив был признан городом, мироглобальным городом. И сама «Фото Мента», как я сказала, вмещает множество понятий, фотографии, картографии, структуру памяти, документации, фиксации. Мы, к сожалению, не успеем все перечислить и, может быть, даже лучше оставить немножко загадкой. Переходим к следующему мероприятию. Перехожу к следующей выставке. Выставка эта называется очень необычно, она называется «Текучая любовь». Открывается завтра в центре, в относительно новом центре, построенном в прошлом году культуре искусств в Герцлии. Выставка — это молодых художников, которые представляют свои взгляды на то, что такое любовь, что такое понятие любви в новом мире. А что такое новый мир, каждый может решить сам вместе с участниками выставки, которые представили свои работы, но, по-моему, во всех возможных медиа. То есть это и скульптуры, и фотографии. Кстати, сам центр тоже очень-очень интересный и заслуживает визит. Да, это очень интересный. Да, и архитектор получил в прошлом году за это несколько международных премий. И, конечно, как не рассказать о новых выставках, открывшихся пару месяцев уже назад, но они еще и будут идти пару месяцев, в музее Энхарот, в музее Кепуца Энхарот, музей, который называется, Мишкан Лаоманута, Дворец искусств, выставка четырех израильских художников. В основном это живопись, но не столько. Центральная часть — это, конечно же, работа Йонатала Голда, его выставка со странным таким названием «Плудс ведро», «Ведро полных красок». Как мне кажется, на этой выставке также представлены и инсталляции, и фотографии, и работы, к сожалению, давно ушедшего художника и искусствоведа Мера Агасия. Объединяет это все, на мой взгляд, не то, именно то, что все представленные художники, выходцы из кибуцов, и, конечно, кибуц на них очень повлиял, и сами эти выставки проходят в кибуцах, но кибуцная составляющая — это далеко не единственное. Главное, конечно, это качество живописи, это уровень представленных работ, и он абсолютно прекрасный, так же, как и уровень работ, представленных на шести выставках в Терцелийском музее современного искусства, выставках, которые продлятся еще практически два месяца. Кстати, хочу сказать, перебивая само себя, что те, кто зайдут на сайты того или иного упомянутого музея, обратите внимание, что по пятницам и по субботам практически в каждом из них проводятся экскурсии, экскурсии проводятся бесплатно по тем или иным выставкам, и что мне очень приятно, что на выставке в Терцелии среди шести художников представлены работы двух выходцев из бывшего СССР, и, кстати, не сговариваясь, я специально их спрашивала, абсолютно не сговариваясь, оба они представили работы, выполнены в технике тафтинга, то есть в технике габелленов, очень ярких, очень необычных, скажем таки, очень дерзких, и вот эти дерзкие работы, да, собственно, и все остальные работы дерзкие, такие поражающие, безусловно, повод на выставку эту поехать, и, как я повторяю, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но услышать очень важно, потому что благодаря вам мы узнали, что такие выставки уже доступны к посещению, я хочу добавить от себя еще две кинорекомендации, новая израильско-романтическая комедия режиссером и одним из главных героев, в которой выступает актер Гури Альфи, под названием Одсипур Эхад, это замечательная романтическая история, прекрасная, и на этой неделе состоялась израильская премьера новой серии Бондианы «Не время умирать» для тех, кто любит приключения непобедимого агента 007, и это наши рекомендации также для тех, кто любит кино, надеюсь, что мы вот внесли свои программы лепту в развлечения в конце недели, Маша Хинич, спасибо большое, и хороших всем выходных, спасибо. И хороших выходных. На этом наша программа подошла к концу за последними событиями, следите на страницах канала КНЕСЭТ в социальных сетях, мы с вами встретимся ровно через неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин